САМАРА Лучше не знать городу славы пивоваренной столицы, если бы не Альфред Конвакана. И сегодня на улицах Самары можно услышать немецкую речь. И не обязательно это будут туристы или бизнесмены. Традиции и язык предков сохраняют представители немецкого культурного центра, которые любезно позвали нас в гости. Здравствуйте, Ерма Викторовна. Здравствуйте, Юлия Николаевна. Германия от Самары далековато, скажем так. Как же немцы появились в Самарском регионе, когда это произошло и почему? Немцы появились не в эпоху массового переселения, приглашения по указам Екатерины Второй, а еще раньше. И первое упоминание в Самаре, может сказать, связано с одним из завоеводов, это с фон Визином. А если говорить более конкретно, то, конечно, российские немцы... Ну, как бы ведется отчет с указа Екатерины. И идея была Екатерины Второй. В частности, это зацелить пустующие земли российские по левобережью Волги и правобережью Волги. И, конечно, ехали в основном люди, которые занимались землей. Помогало и уже передовые какие-то технологии, которые, скажем так, уже существовали на Западе, для России были экзотикой. Помогала и смекалка, ну и, естественно, и трудолюбие. Ну и, кроме того, не только колонисты, которые работали на земле, очень много ремесленников, и, так скажем, среднего звена, и промышленников, они тоже, конечно, оставили свой след. И такие фамилии, которые на слуху историков и в истории Самары, это фабрика Кинцер, это танкозавод Бенке, связанные с медициной, с театром. Да, позорно. Да, первая аптека позорно, и кондитерская фабрика Метцлер была ее основателем, та кондитерская фабрика, которая потом в Самаре так и работала, старая кондитерская здесь, в старой части города. Когда был создан Центр немецкой культуры, и что послужило поводом к его созданию? Вот когда возникла эта необходимость? Официально в 1991 году была создана наша организация, на следующий год мы будем, если все хорошо будет, отмечать 25-летие. Основное направление наше, как вот в годы образования организации, так и сейчас, остается поддержка языка и культуры российских немцев. И для этого у нас работают специальные программы, то есть проводятся курсы по изучению немецкого языка и для взрослых, и для детей. В Центре мы вместе отмечаем праздники национальные, и это тоже для людей важно, поскольку семьи многие смешанные, и как-то, может быть, дома уже не все отмечают Пасху или Рождество по-немецки. То здесь это как такой второй дом для многих стал. Для нас очень важна работа просветительская, поскольку до сих пор остаются еще стереотипы или неправильные знания о российских немцах. И до сих пор можно услышать, что, наверное, вы потомки военнопленных, которые после Великой Отечественной войны здесь остались и так далее. Вот эту вот 250-летнюю историю знают далеко не все, и она не всегда отражена в школьных учебниках историей. Ребята из воскресной школы приготовили для нас небольшой номер. Танец с майским деревом. Танец с немецким деревом. Это традиция немецкая или уже самарские немцы вели вот такую традицию? Ну, вообще, изначально данная традиция пошла из Германии, но также эта традиция широко распространена на территории всего Поволжья. И российские немцы, можно сказать, переняли и модернизировали несколько данную традицию. А что она означает? Ну, майбаум или майское дерево – это традиционно срубаемая молодая березка. Ее срубают обычно на троице и устанавливают около кирхи или школы. Также устанавливают иногда на центральных городских площадях. Данная березка, она символизирует юность, молодость. И также особая традиция связана с любовной историей. Так, например, данное дерево часто устанавливали юноши, девушек, перед домом девушки, которая им нравилась. А танец с ним что означает? Когда люди танцуют, они стараются, чтобы загадать желание, чтобы следующий год, и вот этот год, он принес как можно больше овощей, фруктов, то есть, чтобы земля была более плодородной. И, в общем, год прошел удачно. Вы учите язык. Тебе интересно, сложно или нет? Ты из-за чего пошла учить язык? Ну, во-первых, потому что язык российских немцев и немецкий язык, он достаточно сильно отличается. И было довольно интересно вообще узнать о том, какие существуют диалекты у российских немцев, потому что они все приезжали из разных частей Германии. И затем происходило смешение немецкого языка с русским языком. И я считаю вообще, что это образовалась какая-то своя особая такая культура именно российских немцев. Здесь нет такого прям изучения языка, как в плане штудирования учебников. А здесь все проходит в начале формы такой игры, потому что дети еще маленькие и приходят, то есть, поют песни, изучают традиции, рисуют картинки, смотрят какие-то интересные книжки. Я так понимаю, эта игра тоже лингвистическая. Как в нее играть и в чем смысл? А суть игры состоит в том, что все встают на старте и затем тянут карточки. Ты тянешь карточку и читаешь соседу какое-то предложение. Ну, вот, например, ты был в Азии, и, скажем, Варя должна перевести это предложение. Варя перевела правильно предложение, поэтому я даю ей карточку. И таким образом мы переходим с поля на поле, и красный круг самый сложный, и тот, кто соберет, в конце концов, больше карточек, он и выиграл. Мы находимся как раз в культурном центре, и здесь небольшой музей. Что это за экспонаты и откуда они привезены? То есть это довольно-таки старые какие-то вещи. Экспедиция была в Кошкинский район, поскольку там до войны проживало наибольшее количество российских немцев в нашем регионе. И была экспедиция по селам Оренбургской области, которые тут недалеко, скажем так, от нашей области находятся. И оттуда тоже часть экспонатов привезена. А потом уже, когда была оформлена экспозиция, то люди стали тоже приносить, говорить, вот у меня от бабушки осталось, например, и пусть это будет здесь, это будет видно. Понятно, что жили в соседстве со всеми местными народностями. И, конечно, обменивались опытом, особенно в быту. И поэтому уже такая материальная культура, она такая смешанная. И немного предметов, которые, допустим, отличаются от сельского быта русских семей или других народов в Поволжье, которые проживают. Но, тем не менее, есть несколько экспонатов. Вот прялка, которая рядом с вами. Вы видите, что у нее горизонтальная ось. То есть она по конструкции своей отличается от традиционной русской прялки. Хотя и русские прялки, как мы здесь видим, в немецких семьях тоже использовались. Коромысло для удобства при переносе воды, тяжелых ведер с водой. Вы видите, там сделана выемка специальная для шеи, чтобы коромысло удобно лежало на плечах. Знаменитые немецкие вафельницы, тяжелые чугунные для изготовления сладких вафель. Это вот та технология, которую немцы привезли с собой и научили уже здесь местное население. И, в общем-то, в исторических очерках можно встретить такие воспоминания. Там, где села уже были со смешанным населением, что даже на русские свадьбы люди обращались к немецким соседям, к немецким хозяюшкам и просили их для большого торжества испечь эти знаменитые сладкие вафли. Вы сказали, упомянули о том, что немцы очень трудолюбивые люди. То есть, действительно, есть представление немцев как о трудолюбивых, о очень пунктуальных, несколько сдержанных, серьезных людях. Это действительно так? То есть, вот, например, есть немецкая пунктуальность, это такой прям бренд. Действительно оно так? Ну, это действительно так. Но, конечно, это больше касается для нас, для российских немцев, больше касается старшего поколения. То есть, вот, их видно сразу. И по бабушке можно сразу сказать, что она немка. Даже не слыша ее и не слыша то, как она на русском языке до сих пор говорит с акцентом. Вот. Но и вот в их поведении, действительно, что они очень сдержанные, даже могут казаться довольно строгими. Хотя немцы могут и веселиться от души вполне. Но для этого должен быть повод и должна быть особая атмосфера. Немецкая культура тоже явление очень интересное. Вот, с одной стороны, как мы уже говорили, народ строгий и сдержанный. С другой стороны, если мы посмотрим передачи о Германии, то там какой-то будет сплошной Октоберфест с танцами, песнями, обилием калорийной пищи. Вот, народная культура, она все-таки какая немецкая? Вот как проходят праздники, как это все происходит? Если смотреть по телевидению, как вы говорите, Октоберфест, понятно. Это говорит о том, что люди умеют хорошо поработать, ну и хорошо, так сказать, повеселиться. На мой взгляд, очень много общего все равно у немцев и русских. Поэтому мы так долго и вместе живем, и переняли так много и в кухне, в общем-то. Она такая достаточно простая, сытная, калорийная, для того, чтобы ты поработала, поела, чтобы у тебя были силы. Ну и вообще культура, поскольку христианская, то, естественно, общая символика перекликается для основных праздников, таких как Пасха и Рождество, те же яйца. Есть некоторые отличия у немцев, там, может быть, другая немножко, тоже, кроме привычной, скажем, здесь символики, еще дополнительные какие-то предметы или в интерьере предметы, которые несут свое значение. Или там на Пасху, допустим, Пасхальный Заяц, которого не знают русские, а для немцев это совершенно традиционный такой персонаж детский. Кстати, всегда меня интересовало, Пасхальный Заяц, он что делает, откуда он взялся? Заяц, как, в принципе, символ плодородия, как животное, которое приносит очень богатое потомство весной, и именно поэтому его роль такая весенняя, пасхальная. А в дальнейшем уже функция его в том, что он тайком приносит яйца и сладкие подарки для детей, прячет их в саду, либо, если на улице ненастно, значит, прячет их где-то в доме и исчезает. То есть, как таковой встречи с Пасхальным Заяцем вживую не происходит, никто его не видит, каждый представляет его себе как-то. А потом рано утром родители будут детей и говорят, что Пасхальный Заяц, Остахаза, он уже побывал у нас в гостях, скорее бегите и ищите его подарки. То есть, это такой невидимый персонаж, но очень приятный. Ну, конечно, детки его рисуют, и про него есть масса всяких историй. Есть такое мнение, что в каждом немце живет Бах или Бетховен, и есть некий такой романтизм, творчество, вот он в каждом присутствует, помимо вот той строгости, о которой мы говорили. Практически в каждом селе или в деревне был свой ансамбль, практически. Люди играли на инструментах скрипка, ну, если есть там богаче, это гармонь или губная гармошка. Ну, народ достаточно музыкальный. Ну, как национальный инструмент мы воспринимаем аккордеон, скрипку. Скрипки были приняты в более простой форме, если мы говорим о сельских музыкантах. Она немножко поменьше и попроще, чем классическая скрипка. Но, тем не менее, это такой традиционный был ансамбль, аккордеонная скрипка. У российских немцев есть такой свой традиционный жанр баллады. Это очень длинные песни, которые, может быть, человеку, не понимающему язык, могут даже показаться слишком длинными и какими-то занудными. Это вот целые легенды такие пересказываются. Есть шутливые песни, есть то, что можно сравнить с русскими частушками. И, в общем-то, есть жанр песен, вот как раз такого частушечного характера, который современный человек, слушая этот текст, не поймет. Ну, просто какая-то веселая песенка, что-то там рассказывается. Даже вот это невозможно ввязать в какую-то историю. Оказывается, что за всеми словами там стоит несколько иное содержание, которое понимали люди там, может быть, в конце 19-го, начале 20-го века. И, в общем-то, песенка, может быть, немножко такого фривольного содержания, хотя вот просто неподготовленный человек, читая текст, ничего там такого не увидит. Я когда шла к вам, немножко волновалась, потому что ожидала увидеть людей очень строгих, очень серьезных, но поняла, что русские немцы, вот, совершенно особенный народ. То есть он и русский, отчасти, и, естественно, немецкий. Спасибо большое за то, что приоткрыли немножко немецкую культуру, позволили нам что-то понять. Ну, а о традициях и обычаях других народов многонациональной Самары мы узнаем с вами в следующих передачах. Всего вам самого доброго, до новых встреч! Безбальтунта фьюдерзейн!